МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика в студии Александр Базаров. Сегодня 85 лет со дня рождения космонавта-3, нашего земляка Андреяна Григорьевича Николаева. Торжества, посвященные этому празднику, начались с утра в селе Шоршелы на родине космонавта, где высадился целый десант почетных гостей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Родина Чувашского Сокола таких высоких гостей не принимала давно. Хотя юбилей своего земляка, который в один миг прославил это село, его жители всегда отмечают с размахом. Лучший друг космонавта номер 3 Алексей Леонов вспоминает, как Андреяна Николаева встречали в Шоршелах 15 лет назад. Тогда односельчане подготовили героям особенный подарок. Я помню, когда Андреяну Григорьевичу было 70 лет, то при переезде в Волги на берегу реки был громадный плакат. Андреяну 70 лет. Вот как праздновали. Друзья Андреяна Николаева сейчас вспоминают о его небывалой воле к победе. Характер будущего героя Советского Союза закалялся в юности. Будучи студентом техником, он каждый день ходил пешком до Малинского посада и обратно. Мало кто мог подумать, что именно он, парень из бедной семьи, станет третьим космонавтом планеты. 52 года назад, 11 августа, корабль «Восток-3» поднялся к звездам и провел на орбите четверо суток. Эта новость в одночасье облетела весь мир. Тогда в Советском Союзе каждый космический полет называли героическим подвигом. Он первым, когда полетел в космос, летал без скафандра. Это же огромные физические нагрузки. Об этом подтверждают его друзья. Но он, рискуя своей жизнью, показал всему миру, насколько космонавты Советского Союза по тем временам были сильны, мужественны. В то время первопроходцы космоса и действительно рисковали. Каждый полет все равно, что эксперимент. В 70-м году Николаев вновь побил рекорды. Его корабль провел на орбите более 400 часов. Тогда специалисты смогли изучить, какие нагрузки испытывают космонавты после многодневных полетов. Он как один из тех людей, на которых все обращают внимание и пытаются стремиться к ним. Командир корабля, потом отряда. Его карьера быстро шла на взлет. Мечтал чувашский «Сокол» полететь и на Луну. Но после смерти Королева эту программу свернули. Звездный городок развивался не только на его глазах, но и его усилиями. Именно Андриян Николаев отвечал за строительство домов для космонавтов. Много космонавтов было. Но так, как он, и как Валентин Владимирович, и вот Алексей Архипучилионов, никто людям не помогал. Ни одно письмо не обошлось так, чтобы он его не подписал и чтобы он где-то не согласовал. По стопам космонавта номер три сейчас хочет пойти и его внук. Андрей буквально вырос на рассказах о своем деде. На его родине он тоже почетный гость. А покорители космоса уже называют мальчика своим коллегой. Мне больше хочется стать летчиком, чем космонавтом. И я мечтаю сделать мертвую петлю на самолете. Старшего моего сына папа очень хорошо знал и воспитывал, и помогал мне. Я даже была очень удивлена, насколько он хорошо и легко справлялся с маленьким Алексеем. А маленький, к сожалению, когда ему было две недели, папы не стало. Но папа его видел. Он приходил в роддом, видел малыша, посмотрел и сказал, что, ну да, похож на наша порода. Портреты покорителей космоса с этого дня украшают территорию музея на родине Чувашского сокола. В честь его юбилея здесь установили новую стелу. А вот так космонавта встречали в Чебоксарской школе, которая носит имя Николаева. Юные космонавты устроили героям теплый прием. Ученики начальных классов исполняли задорные танцы и песни о космосе. Увидеть своих кумиров для них высшая награда. Гости попросили ребят не лениться и двигаться вперед к своей мечте. Возможно, кто-то из них и станет космонавтом. За несколько часов до отлета в Москву герои возложили цветы к памятнику своего товарища и учителя. Митрик Ковалев, Николай Яковлев, Евгений Анисимов. Республика. Ну а торжественный вечер, посвященный 85-летию нашего во всех смыслах звездного земляка, прошел в Чувашском драматическом театре. Космонавты, в том числе и первого советского отряда космонавтов, коллеги и родные делились воспоминаниями об Андриане Григорьевиче. Слово дали и тем, кто сейчас видит Землю из иллюминатора. Экспедиция Международной космической станции записала видеообращение. Дорогие друзья, поздравляем вас с 80-летием со дня рождения одного из первого прохоза в космосе. Космонавта номер 3 нашей родины Андриана Григорьевича Николаева. Имя героя навсегда останется в памяти человечества. Каким Андриана Николаева запомнили коллеги? Почему он был лучшим в мире папой? И мечтает ли пойти по стопам знаменитого дедушки и его внуки? Ответы на все эти вопросы в полной телевизионной версии торжественного вечера на нашем телеканале «Завтра», 6 сентября в 17.30. На дворе осень, а значит не за горами холода. Вопросом готовности к отопительному сезону и был посвящен круглый стол, который сегодня провел председатель кабинета министров Чувашия Иван Маторин. За последние пару месяцев большое количество обращений от депутатов и управляющих компаний было направлено поставщикам тепловой энергии. Возможное формирование долгосрочных тарифов, интерес к инвестиционным программам, которые должны реализовываться на территории столицы Чувашии и других городов, а также корректность схемы теплоснабжения. Отмечены основные проблемы существующей системы теплоснабжения, а также предложены пути их решения, в том числе мероприятия по реконструкции, модернизации. И строительство новых источников теплоснабжения и тепловых сетей. Разработана электронная модель системы теплоснабжения города Чебоксара. От обсуждения схемы теплоснабжения участники заседания перешли к вопросу о задолженности за энергоресурсы. На 1 сентября сумма приблизилась к Дум с половиной миллиардом рублей. Это очень большая задолженность, как и в управляющих компаниях перед ресурсоснабжающими организациями, так и в целом населением перед управляющими компаниями. Хочу отметить, что наибольшая сумма задолженности приходится именно на жилищно-коммунальный комплекс города Чебоксары. И он сегодня составляет в размере 1 миллиард 362 миллиона рублей. Практически 40% от всей задолженности приходится на коммунальные технологии. Общая сумма их денежных обязательств 551 миллион рублей. А это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Самое главное, перебоев сверхнормативных со стороны коммунальных технологий на сегодня не было, на сегодняшний день. Хочется надеяться, что они с этой работой справятся. Второе, по финансовой деятельности, конечно, в последний год очень большие пробелы. И здесь я согласен, надо принимать конкретные меры. Как планируют решить ситуацию сама организация, рассказал присутствующим генеральный директор компании. Ежегодно смотрят и оценивают работу коммунальных технологий. А что мы собираемся делать? Мы собираемся успешно войти в отопительный сезон и успешно провести осенне-зимнюю кампанию, чтобы не было сбоев у жителей республики. Сможет ли кампания сдержать свои обещания, мы узнаем уже совсем скоро. А пока премьер-министр намерен держать ситуацию под личным контролем. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Опыт Чувашия по развитию массового спорта станет одной из тем обсуждений на международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава». Нам действительно есть о чем рассказать. Например, о том, как жители деревни Шихобылова Урмарского района своими силами построили хоккейную коробку. Средства, а это 150 тысяч рублей, были собраны добровольцами, неравнодушными к хоккею. Подробности выясняла наша съемочная группа. В прошлом году на родине олимпийского чемпиона по боксу Валерьяна Соколова открыли новую школу. В 2014-м – дорогу к школе. Но на этом преображения не закончились. Начав работу с июня этого года, жители деревни сумели соорудить площадку для игры в хоккей. Строили ее в свободное от работы время все, кто желает помочь развитию спорта в деревне. Скоро, как зима наступит, будет залита здесь водой, коробка, уже будем работать здесь. Молодежь будет играть хоккей, а школьники после хоккея будут кататься на коньках. На ледяном поле будут проводиться и уроки физкультуры. Возможно, так сформируется резерв для трех хоккейных команд, которые ежегодно принимают участие в районных и республиканских соревнованиях, тренируясь зимой на пруду. Нынешним школьникам повезло больше. Их тренировки будут проходить на огороженной ледовой площадке. Нам не хватает сейчас оборудования, формы, хоккейные клюшки. Нам все это придется покупать. Постараемся найти средства с районного бюджета и школы, и родителей. На следующей неделе жители начнут работать над светом. Коробку будут освещать целых три прожектора, ведь площадь катка более полутора тысяч квадратных метров. Помимо прожекторов, инициаторы планируют собрать средства на две вратарские формы, каждая из которых обойдется примерно в 20 тысяч. А в следующем году, по их задумке, со стороны ворот будет и сетка. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Чебоксары можно без преувеличения назвать одной из крупнейших в России спортивных строек. Один за другим появляются на городской карте новые объекты, как масштабные, так и локальные, что ничуть не умаляет их значения. Перед городской больницей номер один сегодня открыли новую спортивную площадку. Уличные тренажеры – вещь простая в обращении, доступная практически всем, кто в состоянии дотянуться до перекладины. Заниматься на них смогут и пациенты, проходящие лечение в стационаре, конечно, только по рекомендации врача, и сами медицинские работники, и жители окрестных домов. Многофункциональное поле подходит для многих игр – футбола, волейбола. Его, кстати, сразу же и опробовали. Первенство оспаривали сборная горбольницы номер один и городской стоматологической поликлиники. Медработники, которые приехали в гости к коллегам, специально приобщиться к спорту. Стоматологи, как и все врачи, уверены в преимуществе здорового образа жизни. И даже свежая травма не заставила Владимира Викторовна изменить свое мнение. Самое лучшее бесплатное лекарство – это занятие физкультурой и спортом. На многофункциональном поле можно будет проводить и субботние массовые зарядки. В Чебоксарах, кстати, они начнутся уже завтра в 10 часов. На площадках перед Национальной библиотекой, универмагам Шубашкар, на стадионах «Спартак», «Низами», «ДК «Салют»» в студенческом сквере, на площади республики и других. Адреса можно узнать на сайте администрации Чебоксара. Сегодня исполняется 95 лет со дня гибели другого нашего прославленного земляка – великого полководца Василия Ивановича Чапаева. За без малого век события на реке Урал успели обрасти домыслами и легендами, как и личность самого Ночдива. Деревенский плотник без образования стал георгиевским кавалером и героем гражданской войны. Дослужился от унтер-фицера до командира дивизии, вызывал восхищение и возмущение и у красных, и у белых. Был неоднократно женат и пользовался успехом у женщин. Всего этого более чем достаточно, чтобы интерес к Василию Ивановичу Чапаеву не угас до сих пор. Не только земляки, все россияне любят и чтут его. И даже в анекдотах называют уважительно – по имени-отчеству. Между тем, его жизнь меньше всего была похожа на анекдот. Талантливый военачальник неоднократно оказывался на волосок от гибели. Причем смерть ему желали и чужие свои. По сей день доподлинно неизвестно, чья пуля догнала легендарного Ночдива. Фигура в развивающейся бурке с саблей на галу несущейся на лихом коне – этот образ вдохновил многих творческих деятелей. Фильм Чапаев вошел в сотню лучших лент мирового кинематографа. Опера Чапаев много лет с успехом шла на театральных подмостках. И, по слухам, ее собираются восстанавливать. Подробнее об этом и многом другом в программе «След в истории» в субботу. 6 сентября в 8.30 утра. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее смотрите программу «По существу». Важные события, происходящие в республике, прокомментирует пресс-секретарь главы Чувашия Михаил Вансяцкий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok